Все на меня посмотрели. Настроились на волну изобразительного искусства. Настроились на волну изобразительного искусства. Настроились, настроились, все, все. Хорошо. Так. Здорово. Так, а теперь плохие мысли взяли. Плохие, 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 которые накопились. Так, опять взяли. Чтоб они вам не мешали на уроке изобразительного искусства. Итак, мальчики, все. Стали красивенько. Друг на друга посмотрели. Саша, друг на друга посмотрели. Улыбнулись. Здравствуйте, Дима, тихонечко. И Саша. Воздух быстрее, пока мы начнем. Ребята, ребята, мы помним, что у нас тема всей четверти быстрее. Тема всей четверти реальности и фантазии. И сегодня мы разберем новую тему, которую вы мне назовете после нескольких загадок. Топы. Отгадать тему урока вам нужно постараться. Отводный мир. Отходите. В парике плывет бревно. О, пыслище оно. Тем, кто в речку угодил, нас отходит. Крокодил. 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 Итак, посмотрим. Так, и это. Правильно. Крокодил. Крокодил. С хвостом они зверь. С пельнями они птица. А там где-то рыба-лев. Рыба-лев. Еще варианты. Рыба-лев. Рыба-лев. Просто. Рыба. Рыба. Правильно. Посмотрите, какая она. Крокодил с хвостом, а не зверь. С пельнями они птица. Это ее гребешок. Так называют гребешок у рыбки. Итак, идем к дачу. Слишком быстро вы их отгадите. Скачет дверюшка. Не рот, а ловушка. Попадут в ловушку и комар, и мушка. Пау. Пау. Лягушка. Лягушка. Правильно. Так, на окошке пруд, на нем рыбешки живут. У стеклянных берегов не бывает рыбаков. Да, это как? Не бывает. Правильно. Правильно. Итак, исходя из этого, давайте назовем тему сегодняшнего года. Подводный мир. Подводный мир. Итак, посмотрите. Имя обитателей подводного мира. Но мы знаем, что подводный мир очень разнообразный и интересный. Поэтому там очень много интересных животных и также подводных растений. Можно, можно. Я очень много изучала подводный мир. А можно я нарисую животных, которые вы не видели, а я в жизни? Так, вот сейчас сначала рассмотрим тему урока, а только потом мы с вами присоединяем практическую работу. Итак, как вы думаете, какова цель нашего сегодняшнего урока? Нарисовать подводный мир. Да. Я закончу только руку. Нарисовать сказочную подводный, пролетающую. Так, мы сегодня изучаем все-таки реальность по этому. Так, еще продолжение. Нарисовать подводный мир. Подводный мир и еще. Подводный мир и рыбок. Так, а точнее. Остернее обитателей. Так, а точнее научиться, да? Мы сегодня с вами научимся рисовать не только рыбок, но и подводный мир. Итак, посмотрите. Очень часто художники рисуют море. Но такие художники называются маринисты. Посмотрите, это художники, которые рисуют море или океан. Посмотрите, одним из самых известных представителей данного жанра марины, а именно так называется данный жанр изобразительного искусства, является Иван Константинович Айвахевовский. Посмотрите, какие неполепные картины он рисовал. Да? Самая отличительная особенность данного художника, он всю жизнь прожил около моря, и одним взмахом кисточке ему призвать целую живую волну. И так, как бы там смотрелось настолько естественно, что вам хотелось бы посмотреть на это море вживую. Итак, но, чтобы нарисовать подводный мир, нам помогут не только художники-маринисты, но и... Анималисты. Кто такие анималисты? Может кто-нибудь слышал? Да, Александр? От слова аниматор. Так. Анимация. Это анимация. Правильно. Так, нет, не анимация. Animals. С английского это... Это малыш. Живот. Animals с английского это... Живот. Малыш. Правильно Марк сказал. Анималисты это те художники, которые рисуют животных. Итак, посмотрите, один из ярких представителей жанра анималистов это Василия Пастагин. Посмотрите, какая детализация, какие интересные Саша и Фёдор. Какие интересные, посмотрите, виды, да? Обратите внимание на детализацию и, соответственно, на мимику. Да, животных. Итак, а теперь, если к тебе нашел урок, то же такие все-таки рыбы. Да, Фёдор. Это создание. Создание? О! Да. Квозный животный тело-кадалка. Да, мы не читаем, но у вас спрашивают. Да, Фёдор. Квозный животный покрытый чешуей. Да, покрытый чешуей. И что еще у них есть? Аблы. Квозные. Квозные. Квозные еще. Квозные. Квозные. Переходите на плавниках. Квозные. Квозные. Да, вы что сказали еще? Квозные. 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 А какие бывают рыбы? Квозные. Квозные? Квозные. Квозные? Красивые. Да. Ричные. И... Морские. Морские. Правильно. А бывает рыба, а есть рыба которая обитает в Африке, которая... Она может считать, что живет на суше, она может выйти и выкопать кокор потом в земле, и поэтому африканские рыбаки ходят на рыбалку не с сыночкой, а с лопатой. Правильно, молодец. Посмотрите, какие были отличные рыбы. Нарим, язь, обыкновенный сок, вещь, кухонь. Посмотрите, какие странные интересные формы. Песка, еще полной, да? А карась, а шума. Посмотрите, какие интересные рыбы. Это самые основные личные рыбы. А теперь морские. Посмотрите, какие они тоже своеобразные интересные. Грибопопугай. Рыба, попугай или сом. Рыба, пупска. Рыба, камень, это очень недалеко. Так, рыба лев, рыба бабочка, да? Посмотрите, рыбы могут, Федор, все. Рыбки могут обитать так и по одному, так и с даями. Посмотрите внимательно. Как по одному, так и с даями. Я очень рада, что вы знаете жителей подобного мира. Давайте внимательно сначала. Это самый необычный морской конёк. Правильно, это необычный морской конёк. Посмотрите, они могут жить как одни, так и с тариками. А ещё также, рыбки живут где? Кто знает? Параулы и грибы. Да, параллы и грибы. Посмотрите, каких видов они бывают. Они разные. Разные цветы. Это некоторые живут в рамках. А ещё в одной стае может быть около миллиардов. Да, в одной стае около миллиардов. Но это очень маленькие, да? Посмотрите, какие красивые, яркие кораллы могут расти в подводном царстве. Итак, какие же они вообще бывают? Формы, цветков. Посмотрите, они могут быть яркие. Могут быть полосочку, посмотрите. Могут быть линечка. Да, могут быть линечка. Могут быть вот такие кораллы. А бывает рыба-змей, она может... Есть такая типа рыба, она прозрачная, но она как змея, как лист бумаги. Да, есть и такие. Они ещё прячутся. Могут быть линечка. Могут быть линечка. Глаза, ненастоящий у них. Глаза, на самом деле, внутри позвоночника. Отлично. Фёдор, ещё какие были? Ещё одна рыба, которая называется линчокос. Это очень гуманоидная рыба. И когда её видишь, кажется, что ты сейчас не на земле, а вот. Потому что эта рыба очень страшная. А если её перевернуть, то ещё страшнее. Эта рыба похожа на очень линопланетянина. И ещё у неё есть такой бронированный, это, как пальцы по спине. И у этой рыбы название не хвост, потому что у неё хвост как есть. Правильно. Так, быстрее, ребят, лист. Есть рыба. Рыба есть, рыба единорог. И, кстати, у нее есть рыба, которая размером 2-2. Да, и такие рыбы есть. Очень ядовитое. Я очень рада, что увидели. Так, ребят, у нас очень мало времени. Давайте быстренько рассмотрим. Быстренько рассмотрим, ребят. Да. Длиной лазит метров в округу. Очень здорово. Итак, всё, ребят. Обсуждения похожи. Так, Марк. Марк. Ева. Всё, ребят. Итак, быстренько рассматриваем. Какие ещё бывают у нас подводные животные? Сейчас. А, это морские. Аниела. Всё. Я не могу. Так. Посмотрите, какие бывают морские звёзды. Вот здесь. Морские звёзды. А, посмотрите. Актини и осьминоги. Они тоже морские ежи. Какие бывают светящиеся. Итак, из всего состоят рыбы. Посмотрите. Голова. Жареная крышка. Турища. И плотники. И теперь. Что вам предлагают? Три разных рыбы на выбор. Можно нарисовать все. И ваша задача нарисовать. Как? Вы думаете, что? Рыбы. Рыбы. Вы ещё? Машник обитателей. Машник обитателей и? И подводные миры. И подводные миры. Вот. Рыбы. И подводные миры. Вот. Я хочу рисовать свою рыбу. Давайте посмотрим, как с этой задачей справились ваши, скажем так, ребята из параллельного класса. Посмотрите, это один из самых интересных рисунков, да? Который мог бы получиться. Нет. Я всем сейчас показываю. Который мог бы получиться. Ваша задача сейчас. А я не могу. А я не могу. Из того, что вы видели. Из того, что вы видели. Из того, что вы видели. Итак. Нарисовать по памяти мир и его обитателей. А мне. Так же. Сейчас все. Сейчас всем покажу. Сейчас. Мне надо рассказать. Так. Сейчас я перекручу. Я не могу рассказать. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Отлично. Смотрим. Можно начинать? Да. Приступаем. Что-то похватать. Приступаем. Я не могу. Я не могу. Не могу. Я не могу. Их было. Я не могу. Имя воритет. Она желтая. Да. Можно кликать? Можно кликать? Да. 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 Всё, да? Всё. Я видела, что есть. Я придумал новую фигуру. А её что вы посмотрите? На мультике её вы увидите. Итак, смотрим. Нет, 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 пожалуйста, не надо. Придите на диплом где-то про полную рыбу. Вот форма рыбы. Нет, большое. Давайте сначала рассматриваем две разных формы. Посмотрите. Эти рыбы более плоские. Посмотрите, они напоминают форму крымка. Эти рыбы напоминают форму чего? Форму глаза или овала. А эти рыбы... Какую форму она? Форму двух треугольников, да? Посмотрите, они совершенно разные. А эта рыба убегает. Она что летает что ли? Ничего не будет. Это такая… Что, что, что-то? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Что убегающая? Фуга. Я симка. Мы будем послать Давид из моих галактик. Я симка. Да, нас здесь не будет. Наберем. Я симка. Я полюб. Да. Я полюб. Да, я сейчас подойду. Кому нужно помочь, чтобы поднимать руку, я подпожу. Можно еще? Я снимаю. Мы доедем. Есть, кстати. Есть. Я снимаю. Главное, что это песочек. Так. Получается? Нет. Я вообще не могу. Я хочу еще. Нужно нарисовать подводные люди. Подводные животные, соответственно, растения, которые там существуют. Итак, все, что мы рассмотрели, ребят. Кто не понял, внимательно рассмотрим. Посмотрите. На форме. Сначала начнем с самой простой. Есть рыба-какашка. Не надо. Так, начнем с первой. Посмотрите. Рисуются очень просто. Можно угля нарисовать. Можно угля нарисовать. Посмотрите. Из тех, которые мы видели. Да? Рисуются они очень просто. Посмотрите. Это детские рыбки. Я буду красивым. Все. Это очень хорошие. Я надеюсь, что у тебя все поможет. Так. Еще что добавляется? Лобнички сверху. Вот у меня ладонь будет. Не, будет. Можно. Так. Сука, делается пиранка ладона. И еще что добавляется у него? Посмотрите. Что еще в этой рыбке добавляется? Полосный. Это скалярик? Лазик. Это скалярик? Алло. Так. А есть мальки? Конечно, есть. Я нарисую птичика. Какие коды к мальке, Алина? Эти такие мелкие. Эти такие пизерные. Так. Мелководят. Пизерные. Мелководят. Там все умолчие. Ребята, с другими, не отвечаем. Так. Это первый лист. Знаете, а знаете, мы знали, что есть такие крабы морские. Так. Я смотрел передачу на телевизор. Там покажут крабы. И что эти крабы сделали? Там эти крабы были огромные. Они были размером чуть больше. Вот это вам на вид. Вот это грузово. Вот это. Ничего себе, такие большие крабы. Это еще передачки. Краб паук. А у нас прям краб паук. Японский. Японский. Ничего себе, как много вы рыб знаете и животных. Еще кто? Кроветка. Кроветка обыкновенная. Кроветка мелководная. Кроветка. Значит, разводи в свои высокие плантации креветок. Так и будет. Китовая акула. Китовая акула. Так, Александр, Дима, Мак. Все, мы не отвлекаемся. Белая акула. Практическая рота. Я сейчас смотрю. Отлично. Вот моя рыбка. Хорошо. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Сначала с маленьких рыб. Начни, пожалуйста. Марк, начни с маленьких. Так, все, мальчики. Марк, иди, я сейчас подведу и помогу тебе. Помогите, пожалуйста. Можно. Можно. Ребята, стараемся. Ребята, стараемся. Вот. Снялась на площадь. Она съест на всех. Она вот. Видите, она помогила. Она с очень-очень-очень-большое расстояние. Да? Милое расстояние. Да. Всего в одном атоме. У всех большие расстояния. Ух. Ух. Так. Погодите к себе, пожалуйста. Давайте здесь еще навыск. Что это такое? Слишком маленько. Я не понимаю. Давай я еще покажу. Я за пять секунд. Сжал. Отлично, давай еще. А, кстати, у обоих вариантов. Конечно. Итак, смотрим дальше. Какие еще? Вторая линия. Вы же рисуете очень просто. Сначала вы рисуете круг. Потом от этого круга, как получается, глазик начинает рисовать. И потом вы личное мнение вы стираете. Дальше. Губы. Губы сначала верхнюю, потом нижнюю. А я расшуюся. Верхнюю, потом нижнюю. Здесь у некоторых рыбок еще есть разделение. А можно я все три нарисую? Конечно, можно и нет. Чем больше, ребята, рыбок, тем интереснее ваш подводный мир. Отлично. Пузырики можно нарисовать. Да? Я буду еще рисовать своего медузы. Хорошо, медузы тоже отличные. Итак, смотрим дальше. Обязательно. Глазик. Глазик, ребята. Что у них еще есть? Так, ничего. Что еще смотрим на втором сумке есть? Обязательно. Плавнички и задние, передние, верхний гребешок и хвостик. Задний плавничок, передний плавничок. Лишние линии, ребята, не забывайте стирать. И дальше, что получается? Раз и два. И еще есть чешуйка. Так. Можно нарисовать чешуйку как? Можно не такую, можно другую. Допустим. Которые идут почти стык-стык на углу. А леченьки можно нарисовать? Конечно. Все, что есть под водой лилей, можно нарисовать. Можно плиток нарисовать? Сейчас я даю. И еще. У меня буквально есть улитки, и они чистят свекло. Это правда? А самое сложное нарисовать? Есть специальные раки, которые специально очищают морское дно. Вообще-то есть микроскопический рачок. Есть. Байкальская эпижура. Только в Байкале водится. Поэтому Байкал такой чистый. И третья редактивка кожи очень. Вообще-то на пице по слову. Ну что, есть у морда. Да, есть у морда. Да, Байкалой жир. Байкал – это озеро. Нет. Есть напиток Байкал. Это напиток. Это озеро. Есть напиток Байкал. Есть напиток Байкал, а есть озеро Байкал. Марк. Да, да, да. Напиток. Напиток произошел вот озером. Все. Ушарабок. Все. Не понял. Ай, девочка. Что, получается? Все. Открывай свои крючки. Я еще. Вот, я еще. Хорошо, отлично, Елена. Ребята, все. А? Сом. Какой же маркал? Сом. Сом. Можно сам нарисовать? Не рисуйте. Я хочу сам нарисовать. Я хочу посмотреть. Хорошо, давай посты урока научим. Сначала вот эти попробуйте нарисовать все три. Так, все маркал. Отлично. Отлично. Так, я вот и все. Листуй с карандашами. Все. Хорошо, отлично. Итак, последний объект, ребят, тоже рисуется очень просто. Да? Так, первая линия, и еще у нее есть вторая линия. Дальше у нас идет завиточек, да? Вот такой. Раз. Два. Дальше отсюда идет хвостик. Что дальше нужно еще сделать? После этого глазик и губки. И вот здесь появляется разделение, да? Так. Глазик. Разделение губок. Камиль. Немного пива. Теперь дальше что будет появляться? Петалок, где губок. Дальше разделение головы и туловище. И что? Появляется нижний плавничок. Нижний плавничок. Да? И соответственно потом идет литьба. Вот здесь у меня такая штучка на носике. Да? Тоже получается как опрас. Здесь сейчас подойду. Подожди, вижу. Так. И вот здесь маленький плавничок. Раз. Два. И дальше идет раскраш. Чаще всего такие рыбки двухцветные. Отлично. Растительные мелочи. Не забывайте, когда начнете раскрашивать, начинайте раскрашивать с фона. Посмотрите, как у меня получилось. Сейчас посмотрю. Отлично. Начинай раскрашивать. Отлично. Отлично. Какой цвет? Вот посмотрите, какие двухцветные рыбки. Они могут быть оранжево-желтые, могут быть синие-желтые, да? Здесь, на данном слайде, посмотрите, какие рыбки. Голубые и грибочки у них с плавничками красно-коралловые или розовые, да? А у вас у них конструкции нет? Как рисовать? Как рисовать? Сегодня эти кто? Вы будете нарисовать сначала. Так, а на следующий уровень мы с вами более масштабно нарисуем данную тему. То есть еще других рыбок, других обитателей попробуем нарисовать. Отлично. Начинай нижнюю часть нарисуй. Нижнюю часть. Песочек, кораллы нарисуй. То же самое. Очень отлично. Молодец. Нижнюю часть. Так. Так. Хорошо. Начинаю конструкцию расспрашивать. А потом нет. Отлично. Повторяю. Так. Подпишем. Отлично. Отлично. Может прям все на что-нибудь расспрашивать. Но здесь нож пора укрывает. Внимание. Все. Постоянно. А от жёлтого. Я хочу уже не жёлтого. Я хочу не жёлтого. Я хочу уже не жёлтого. Я хочу не жёлтый. Вот эту жёлтую поменьшу и уранженную расселение. Ладно? У меня не получился оранжевый цвет. А какие смешанные? Красный и синий. Какой? Красный и синий. Это какой цвет? Фиолетовый. Пойдем. Я же фиолетовый. Ты опять делал фиолетовый цвет? Тогда давай белый еще. Давай белый еще. Ема, если белый добавишь и красный, а побольше получится фиолетовый. Давай, пробуй. А у меня какой-то, кто? Кто? Нет, не буду убрать. Это синий, вогдет. А на белки не ложится краска? Может, нашелся белками поджарся, и на это краску не буду ложатся. Хорошо, давай, попробуй сам. Как нарисуешь, как это было? Ну, ты попроси. Можно красить? Посмотри, где яшка. Можно все я так покрасить? Можно. Начинаем. Только я из-за обратно уже. А мы должны не получиться? Да? Начинаем расстрашивать. О, на. Помогите мне, пожалуйста. Ну, давай. Идем. Идем. А где ты здесь смешиваешь? Стой. Стой. Сейчас. Давай возьмем. Садись, Ева. Я сейчас помогу. Давай, Натерина, где ты хочешь? Я такой мягкий. Иди спрашивай. Такой мягкий. Так, стой, давай. Нам нужно какой? Раз, надо взять. Еще какой? Синий. И? Белый. Белый, правильно. Это сиреный ты вообще-то? Хорошо, хорошо. Ну, плечи, пожалуйста. Сейчас все. Все было так, ладно? Да. Не очень. Не старайся. Да, мальчики, все, мы не обязаны. Занеси, да? Сядьтесь, сейчас подойдем. Единственное, пожалуйста. Вот у нас есть красный. Я у меня красивая. Красивая, ты сейчас? Да, конечно, что у меня есть. Ну, а ты сейчас вверху добавишь. Так, ребята, мы не отвлекаемся. Сюда сверху. У меня более мягкий, да? Да. Ну, а ты. Так, сиди. У меня есть. У меня есть. У меня есть. У меня есть. Да, мы поставили все цвет. Сейчас будет красный. Наносим на лищи. Да. Смотрим. У нас полчаса сверху. Значит, так. Поверьте, сеть, поднимай. Терену поднимаем. Она не поднимает. Она не поднимает. Эй, помогает. Ничего страшного. Сейчас подсолнит. Сверху мы можем. Так, пойдем. Алиса, страшно, видать, что ты работаешь? Не готова. Вон, расскажите, пожалуйста. А, вы, пожалуйста, расскажите. Еще в поле. В поле. И у нее попросила. Так. Нет. Разве тогда не нарисуем. Она же была дружка. Один. Еще в англешении. Или она просто так нырнула. И в полу. Так. Хорошо, ладно, нельзя, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь, все, обязательно получится, давай на другой стороне. Ничего страшного, давай с другой стороны попробуем, давай, стоп, ничего страшного, хорошо, ладно, не сильно жарится, давай, карандашиком сначала. Дайте, пожалуйста, рисунок, где нарисованные рыбки? Хорошо, сейчас, да? Так, где у нас тут цветные рыбки? Давай посмотрим. Такие? Да. Вот типа такие? Вот такие цветные рыбки, смотрите, сейчас покажу. Могу вот такие морские поставить? Так, все есть на доске. Сейчас посмотрит, я вижу. Алиса, расскажем, пожалуйста. Смотри, Марк, не отвлекайся. Вот, налево. Отлично. Сегодня молодец. Так, очень отлично. Раскрасивай его. Просто закрасивай его. Можешь пора, а он уже своя. Вот, послезай. Да, сейчас покажем. Это релестник с первой, я включила. Подойди, посмотри. Они для каждого потенера. Раскрасивайся. Вот, точнее, что я сниму. Можите, пожалуйста. Да, я подойду. Сейчас. Да, я делаю. Возвращайся. 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 Может, я не покажу, что они не подойдут. Возвращайся. Возвращайся. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...